Я хочу попросить брата Виктора, он из Токомы приехал, со Штатов, чтобы он сказал нам несколько слов, он не здесь с целью какой-то, пожалуйста, и давайте его поприветствуем. Мы даем человеку немножко во время этого движения, она тяжелая, ее понятно ли не будет? Нет, подвинуть. А, вообще подвинуть? Спасибо. Хорошо. Мир вам, шаббат, шалом, добрый день. Я немножко позже скажу, почему так приветствуюсь или так здороваюсь, почему, потому что вообще мы выходцы, может быть, из общины или из церкви, родом, родились когда-то, некогда в христианских семьях и долго придерживались того порядка, скажем. Но потом эмигрировали с семьями в Америку. Мы живем в Токоме, штат Вашингтон, 14 лет моя семья, у меня семеро детей, 11 внуков, Богу, расславил, слава Богу. Община у нас чуть-чуть больше, чем у вас, церковь, чуть-чуть больше, чем у вас, 2050 членов, плюс, может быть, еще пару тысяч детей или подростков. Ну, вот примерно так мы живем там, трудимся, работаем. Но в 2000 году, 4 года примерно тому назад, как-то так Бог повел нас особым путем, мы собрались, немного нас, братьев, подумали, что мы можем сделать для Израиля, для народа Божьего. Как написано в Слове Божьем. И решили, что мы ничего не можем сделать, как только молиться. Это будет самое, одна из таких благословенных направлений нашего или благословенной нашей миссии, чтобы молиться о народе израильском, о евреях, по всему лицу земли, которые еще, которые уже здесь, мигрировали к вам или вернулись, или приехали на свою святую землю. И вы знаете, на тот момент мы еще ничего не понимали. Мы далеки были, хотя и сейчас еще мало что понимаем. Но за этот период немножечко мы познакомились больше. Нас стали посещать. В наш штат больше, вернее, может быть, и раньше приезжали. Но так как мы не контактировали, мы ничего не знали, даже не знали, что в нашем штате есть четыре общины, мессианские общины, которых мы их не знали, они нас не знали. Ну вот так вот получилось, когда мы уже вышли на этот труд. У нас в церкви проходит... Ничего, святого церкви, говорю? Все, что хочешь. Все нормально, да? Мы не в Америке, не в России, здесь все можно. Окей, ну и у нас можно, и у нас можно, но потом последствия могут быть. Поэтому, вот у нас проводится в церкви четыре раза служение. Четверг, субботу и два раза воскресенье. Мы начали отдельную такую молитву или служение, молитву за Израиль, каждое воскресенье в четыре часа. Естественно, из двух тысяч человек, ну, нас может быть до ста человек всего лишь. Хотя, что начинали это служение всего четыре человека. Но, по милости Божьей, все-таки Бог больше и большим открывает желания, переживания, молиться о вас, о народе Божьем, о Израиле. Таким образом, мы познакомились больше и больше теми гостями, которые хотели приехать когда-то в Америку и посетить мессианские общины. Они нас рекомендуют, они приезжают к нам, мы с трудом в список в очереди их выставляем, пробиваем, даже выходят на общее служение. И чему мы рады? Цель нашей молитвы или нашего служения – это убрать вот те крайности церковные и, может быть, некоторые другие крайности из народа израильского. И объединить, если возможно, или сблизить хотя бы в тех сферах или в тех направлениях, в чем мы на основании Слова Божьего уже понимаем, что мы вместе, мы служим одному Богу, мы живем в одно время. И пастырь у нас один, и будущее у нас как бы одно. И поэтому пришло время нам уже думать о том, как можно ближе быть с народом Израиля, с избранным народом, потому что мы читаем в Бытие, 13 или 12 глава, первых двух-трех стихах, когда Бог сказал Аврааму, выйди из Ура Халдейского, я произведу от тебя великий народ, потом он в благословении через Исаака сказал Якову эти же слова. И мы понимали и знали, и нас родители в моей семье лично, или в семье моих родителей с детства нас учили, как мы должны аккуратно, осторожно, всегда с теплотой, с добром, каким относиться к евреям или к детям. Я учился в школе, где у нас было много детей в классе еврейской национальности, учителя у нас были, и мы с детства знали, что это особый народ, что с ними надо вести себя очень хорошо и корректно. Может быть, поэтому впоследствии Бог и как-то расположил наши сердца, чтобы мы особенно относились к этому народу. Не из-за каких-то выгод или из-за каких-то привилегий, так мы понимаем, что учить Слово Божие. И мы благословляем этот народ евреев, то есть вас, молимся о том, чтобы Бог помог, чтобы быстрее собрался этот народ на своей обитованной земле. И понимаем, что из-за этого мы, наши семьи будут благословены. Поэтому мы год тому назад ровно впервые были здесь в Америке. Кстати, я приехал с моим племянником, это моей сестры, родной сестры, сын Виталий Микшанский. Меня зовут Виктор Катан, хамиля. И мы были здесь в прошлом году, конец марта, начало апреля по туристической путевке. Но, знаете, мы проехали Иорданию, проехали Израиль, святые места, это все было хорошо, прекрасно. Нас утром грузили в автобус, вечером выгружали, и мы вот отключались, потому что целый день с непривычки ходим. Я вот здесь вот за 2-3 дня, я вам скажу, у нас ноги очень сильно болят. Взял 4 пары обуви и уже ни одна не подходит. Все жмет, все не то. Почему? Потому что мы вспомнили Советский Союз. Мы буквально столько намотали уже километров или майлов пешком, что там у нас совершенно немножко по-другому сейчас в Америке. Машина рядом, сел в машину, приехал в магазин или в церковь, крутися, крутися, как можно быстрее, ближе парковку найти, ближе к двери. И вот поэтому мы так вот не ходим. Другие уже лень обойти через улицу, ходят вот через кухню прямо в гараж, сел на кнопку, нажал двери, поднялись, выехал, заехал. Здесь мы себя почувствовали более нормально. И аппетит лучше, и спим лучше, и ходим хорошо. Виталий помоложе, я за ним пытаюсь успевать тоже, но слава Богу, пока все хорошо. И мы за эти четыре года познакомились с многими вашими израильскими друзьями. Когда кто-то приезжает к нам в Штат или в Америку из Израиля, из мессианских общин, мы стараемся их, я уже говорил, как-то не только к нам на четыре часа пригласить, но на общее служение. И вот, если даст Бог, у нас 17 мая, даже с 15 мая по 18-е будет проходить в нашей большой церкви семинар. И мы пригласили вашего раввина или пастыря, как правильно сказать? Вашего Леона. Леона, вашего Леона. Чтобы он посетил или приехал к нам и провел вас этот семинар. Почему? Потому что мы нуждаемся в том направлении, в котором, еще раз говорю, идет на сближение. Не идет на какие-то конфронтации или доказательства. Нет, вот на сближение. И у нас пастырь, наш Петр, Саенко Петр Моисеевич, киевлянин, очень поддерживает тоже это направление и этот труд. И пока он нас поддерживает, пока Бог его располагает всему братскому совету, потому что у нас решает все вопросы 16-20 примерно пастырей, и этот вопрос также, то пока мы, по милости Божьей, имеем тоже успех в этом, имеем зеленый свет и мы пользуемся. Поэтому каждый год мы стараемся провести какой-то семинар с участием из Израиля. Такого не просто гостя, а, скажем, учителя, который мог бы на основании Слова Божия больше преподнести всей нашей аудитории, всей нашей церкви. А мы в прямом эфире по всему миру и смотрят, я думаю, что еще, не знаю сколько, но много. И, тем не менее, вот этот труд, который мы начали вместе с вашими некоторыми братьями и с теми братьями, которые там, мы думаем, что в последнее время, вот в это время очень необходим по многим причинам, даже некогда их перечислять, но вместе с тем мы знаем, время тревожное и придет, возможно, еще тревожнее и для нас там, и для вас здесь. Но вот это вот, возможно, сегодняшняя, просто так, чтобы она не прошла, мы идем на сближение. Как можно больше, как можно больше узнать, услышать, увидеть. И вот сейчас мы второй раз приехали специально для этого, чтобы не просто по туристическим местам пройтись, историческим, важным, святым, но мы бы хотели больше здесь посмотреть и увидеть. И вот за эти три дня, которые четыре мы уже находимся, и еще четыре, мы на десять дней всего приехали, и не получается на большее, мы смогли посетить Иерусалим наших друзей, в частности Михаила Цына, и вот Максима мы видели там тоже свои вопросы немножко, потому что мы когда-то года два тому назад и Михаила Цына приглашали, он проводил у нас семинар, других братьев приглашали. Вчера мы встречались в Тель-Ививе с братьями, здесь остановились тоже наши друзья. Мы сегодня конкретно ни с кем точно, вот мы уже такие, как вы, этого не делаем. Мы пока присматриваемся, все хорошее со всех берем и вместе со всеми хотим вместе дружить и быть вот тем ядром, который может послужить для всех по благам. Но при этом всем еще учимся, берем мудрости, уроков, и поэтому мы рады, что Бог помог нам добраться, мы молились, что Бог это все устроил, мы молились, что Бог благословил нас в пути, и слава Богу, всегда Бог благословил, также верим, что Бог нас благословит, мы доедем. Мы рады видеть вас здесь, мы всегда очень много ваших проповедей смотрели вот по интернету, и ваша община, ваше собрание нам очень близко, ваш пастор нам очень близко. Мы смотрели много семинаров, которые он проводил и в Украине, и в России, и в других местах, и решили, что он у нас послужит очень таким большим благословением. Поэтому мы считаем для себя большим благословением, большой радостью быть у вас, увидеть вас вживую, вместе с вами порадоваться, вместе с вами помолиться, вместе с вами воздать Богу славу. И молитесь вы за нас, мы будем молиться за вас, будем поддерживать дальше больше вот такие дружеские контакты, и я думаю, что Бог с Божьей помощью дальше все устроит более, больше, чем, или лучше, чем мы даже некоторые вещи сегодня понимаем. Пусть Божье имя будет прославлено. Спасибо за внимание. Божье благословение. Аминь.